Храм украшен, все готово, освящение дождались, праздничное облачение и стряновые зажглись. В нашем храме день рождения, в нашем храме так же что. В нынешнем году в Бресте освящается уже второй храм. Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы возведена в микрорайоне Речица в том месте, где некогда было даже не пройти. Здесь простиралось болото. С тех пор, как приход осенью 2004-го был зарегистрирован, выросло не одно поколение детей. Начиналась церковная жизнь с молебнов и акафистов в палатке, а затем были построены поочередно временный храм и приходской дом. Много сил прихожан ушло на засыпку болота сотнями тонн грунта. Когда эта подготовительная работа была закончена в 2011 году, можно было приниматься из-за строительства главного приходского храма. Инициатива по возведению Троицкого храма в Речице принадлежит брещанке Елене Павловне Дуде, которая и организовала местных жителей на свершение благого дела. Просто я живу в этом районе, а храма нет. Значит, храм нужен был. На пути строительства храма, конечно, очень много было искушений. Я даже не мыслила, чтобы так можно было. Побегать пришлось и поработать пришлось, и физически. Но с Божьей помощью, слава Богу. Вот, настоятельно участвовала. Люди потом прибавились. Не думала, что доживу до этих времен. Слава Богу, построился храм замечательный. Вы понимаете, и для меня лично, что это мой родной дом. В далеком ныне 2004-м по благословению епископа Брестского и Кобринского, ныне архиепископа, все заботы по созиданию общины и строительству храма были возложены на священника Евгения Черникова. За усердное служение Матери Церкви и строительство этого храма, настоятель всего храма, награждается храмом служения Божественной Литургии со свирственными царскими братами по Отче наш. Ах, он достоин. Несмотря на длительный период возведения храма, действий благодати Божией в этом процессе невозможно не заметить, уверен отец Евгений, главным образом в преображении, в укреплении веры людских душ. Несмотря на кризисы, прихожане жертвовали на храм и свои силы, и время, и средства. У нас серьезных спонсоров здесь не было, некому было. Вот наш спонсор, здесь перед нами весь стоит. Все вот эти люди и ходили, и собирали, и как-то с Божьей помощью, я говорю, ну такое поднять из болота, это, конечно, много стоит. Это Божие дела. Господь помогал. Вот поэтому... Видя добрые сердца людей, видя ваши намерения. Поэтому будем всегда благодарить Господа. Да. Я благодарю вас тоже за молитву, за то, что сегодня совершили вы благодатью и святого духа. И мы вам желаем крепости духовной и телесной на многое лето. Спасибо Господи, Владыка. Спасибо Господи. Бог помощи вам, отец Евгений. Созидайте, созидайте, созидайте. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Брест. Беларусь. Брест. 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 Брест.